Снова в Суэцком канале груз на мели, на сей раз это грузовой судно Глори. Если быть точнее, то сухогруз сел на мель около города Эль-Кантара на севере Египта. Судовое агентство Египта, Let's Agency, сообщает, что исправить ситуацию помогают буксиры. Глори участвует в вывозе продовольствия из Украины в рамках зернового соглашения. Согласно данным сервиса Marine Traffic, 24 декабря судно вышло из украинского порта Черноморска. А пока плата за танкеров повышается на 15% с 2023 года, о чем сообщает глава управления Суэцкого канала Усама Рабия. Ежегодный доход Египта от эксплуатации Суэцкого канала составляет около 7 миллиардов долларов. Участок от города Суэц до Горьких озер предполагается расширить на 40 метров и углубить на 2 метра. Египет так надеется завершить необходимые работы за два года. Такие ситуации поднимают значимость альтернативных коридоров по суше. А если мы обратим внимание, откуда проходят эти коридоры, это Центральная Азия, Кавказ и дальше Черноморский бассейн. Чем увеличивается значение, также нужно заметить, что нужно увеличивать пропускную способность этого маршрута, упразднять процедуры. И все эти работы, все эти дела нужно делать командно. Необходимость диверсификации традиционных маршрутов грузоперевозок дала о себе знать еще в марте 2021 года. Тогда теплоход за Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, сел на мель из-за песчаной бури и плохих погодных условий в стране. По данным лондонского журнала новостей судоходства Lloyd's List, день блокировки канала обходится в минимум 9 миллиардов 600 миллионов долларов. Удаление застрявшего песка в носовой части корабля заняло несколько дней. В свою очередь же собралось почти 400 судов, а также возникли перебои в отгрузке сырой нефти и СПГ. Продолжение следует...